Добрый день. Сегодня наша передача. Сейчас скажут опять, что я не даю вам говорить. Сейчас будете говорить только вы. Значит, сегодня у нас преддверие 8 марта. Естественно, что очень много продается цветущих растений. И несмотря на то, что орхидеи давным-давно уже пользуются спросом и уже у всех в зубах навязло то, как за ними ухаживать, вот каждый буквально первый, который покупает орхидею, спрашивает, как за ними ухаживать. Вот сегодня мы вам это и расскажем. Поэтому сегодня мы еще раз четко расскажем, как ухаживать за теми орхидеями, которые массово продаются в магазинах, особенно в преддверии 8 марта. Значит, вот со мной сегодня опять Алексей Куприянов, мой давний знакомый, соратник, друг. Ну, в общем, мы с ним все время общаемся. Он кандидат биологических наук и он любитель страшных растений, особенно орхидей. Поэтому сейчас мы послушаем вот его мнение о том, как ухаживать. Я расскажу о том, как ухаживаем мы. Вот теперь можете поздравить наших дам всех. Да, 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 поздравляем дам с наступающим праздником. И, конечно, вы в этот праздник получите очень много цветов, растений, и надеюсь, что среди них будут орхидеи и орхидеи горшечные, то есть за которыми хотя бы можно будет ухаживать. Ну, конечно, самая простая орхидея, я думаю, что все с этим согласятся, это все-таки фолинопсис. Он самый распространенный и, на мой взгляд, самый простой. Ну, фолинопсис, это вот, наверное, все знают, это как раз вот эта часть стола. Вот, значит, наверное, все-таки какие нужны требования для фолинопсиса? Главное его, конечно, сейчас не поставить на окно, я считаю, на солнце, потому что он может очень легко обгореть. Вот, тем более растения могут быть к этому не приспособлены, а солнце у нас какое сейчас начинается, вроде бы на улице холодно, но солнце уже очень сильно пригревает, и на окне он очень легко может получить ожоги. Вот, поэтому если бы вы ставите на окно, и если это окно южное, то это должно быть какое-то хоть хотя бы небольшое затенение, либо просто не ставить его, короче говоря, на окно. Вот, поливать его нужно не залить, то есть лучше растение полить как следует, но раз там в несколько дней, в зависимости, конечно, от температуры, которая у вас есть. И обязательно, чтобы в поддон, в который стечет лишняя вода, чтобы эту воду через какое-то время убрать. Вот, ну и все, и проблем никаких не будет, если это будет не очень жаркое место, чуть-чуть какая-то если будет прохлада, то он будет вообще цвести очень-очень долго. Ну и в любом случае он будет цвести долго. Вот. Другая часть, это, вот здесь белый, это цимбидиум. Цимбидиум тоже, вот эти все промышленные гибриды, я думаю, что они вполне приспособлены для домашнего, по крайней мере для того, чтобы он свел. Вот, ну конечно, наверное, ему все-таки нужно более прохладное место, опять-таки не ставить его на солнце, прохладное место, поливать его чуть, наверное, поактивнее, и тоже он очень-очень будет долго-долго цвести и радовать. И если его на лето есть возможность, например, если у кого-то есть балкон или какие-то там лоджии, вынести его туда, и он очень там будет хорошо себя чувствовать, и вполне вероятно, что выросшие новые псевдобульбы заложат новые соцветия. Ну и дендробиум, дендробиум нобили, тоже, конечно, достаточно любит, наверное, прохладу, но эти промышленные гибриды очень толерантны ко всему этому, поэтому вполне так же можно примерно как цимбидиум его выращивать, и вполне есть большая вероятность, что у вас он тоже и на следующий год зацветет. Но фаленопсис, я думаю, с очень большой вероятностью на следующий год, и не на следующий год, а может даже летом, даст еще цветоносцы и будет цвести. Так что вот так. Хорошо. Я хочу еще конкретизировать тоже и задать вам вопрос. Вот дело все в чем. Например, я начинаю рассказывать, как поливать фаленопсис. Мне тут же говорят, что в интернете, который я, к сожалению, не читаю, вот что там предлагается, какие уходы, значит, предлагают замачивать растения, и людям вот это совершенно непонятно. Что значит замачивать? Насколько замачивать? Что? Как? Вот этот вот момент. Вы, у вас же есть в альнопсе? У меня есть в альнопсе. Вы как ухаживаете? У мамы есть в альнопсе, у которой абсолютно квартира, то есть это подоконник, у нее стоят на подоконнике, то есть это не ранжерея, это стандартный квартирный условие. Как осуществляется полив? Полив осуществляется, она их поливает раз, я не знаю, в 5-6 дней, просто обильно поливает. И даже не всегда она эту воду удаляет. Но у нее довольно идет жар от батарей, все это испаряется, фаленопсисы прекрасно растут и цветут. Поэтому фаленопсис все-таки сложнее, то есть его заливают люди. Очень легко залить, а не засушить. Я все-таки, исходя из своего многолетнего опыта, я следующим образом ухаживаю за фаленопсисами. Значит, наша задача какая? Фаленопсис – это тоже растение эпифитное, правильно? То есть вот у него листья и вот у него корни, которые, ну вот здесь, например, лучше видно, часто вылезают из горшка. Вот они, видите, вот они вылезают из горшка. Кстати, о том, что горшок должен быть прозрачный, мне кажется, это тоже какой-то миф отчасти. Может быть горшок любой. Но когда вы покупаете фаленопсис, надо вот посмотреть в этот момент. Вот сейчас горшок достаточно тяжелый, я его трогаю, и я вижу, вот видите, тут капли такие конденсата, то есть там есть влага. Я поливаю следующим образом. Каждый день растение, я считаю, особенно в квартирах, где сохло, надо опрыскивать листья. Вы со мной согласны? Я не согласен. Вы считаете, что не надо? Я думаю, что это скорее вредно. Почему? Опрыскивать листья фаленопсиса, я считаю, что это совершенно не требует. Ну вот, я говорю, вот у меня мой опыт моей мамы, которая никогда ничего не опрыскивает, просто поливает, при том, что стоят они у нее на северном окне, вот, и в жаркой комнате, они у нее прекрасно растут и цветут, она их редко поливает, и я считаю, что у фаленопсиса это не требует. Просто если это будет холодный подоконник, у нее-то, у нас как бы дом, то есть это квартира, дом в Северенске, подоконник не холодный. А если это будет холодный подоконник и прохладное окно, как часто бывает, я думаю, что эта влага нанесет только вред. Но это сложный вопрос. Но это вопрос сложный. Нужно приспосабливаться к своим условиям. Если все-таки у вас квартира достаточно теплая, а сейчас у большинства людей все-таки квартира, на мой взгляд, теплая, поэтому, конечно, как любой эпифит, мне кажется, что фаленопсис любит опрыскивание. Я таким образом делаю, я опрыскиваю листья, и я прыскаю на кору, и таким образом даже по весу определяю, что там достаточно совершенно влаги, кора должна быть, по моему мнению, просто чуть влажная. Вот и все. Там, конечно, не должна хлюпать вода, это понятно совершенно, но это вы определяете вот просто поднятием, вот так вот горшка. И наша с вами задача все-таки, чтобы кора была влажная, правильно? Ну, влажная, но просыхая. Умеренно, да, умеренно влажная, просыхающая. Потому что, правильно Алексей сказал, что категорически боится залива. Потому что, конечно, тенденция все-таки к переливу, к заливу растений, фаленопсисы к этому относятся очень негативно. И еще у нас так бывает, вот, например, пожелтел нижний лист, а листья, я много раз уже говорила, живут недолго. Пожелтел нижний лист, все, сразу кажется, что растению не хватает воды. А лист может пожелтеть, ну, просто от старости, а может пожелтеть как раз от того, вы следите за корнями. Корни должны быть живые, они должны быть толстые, они должны быть вот светлые, вот такого вот белесого цвета. Ну, или, допустим, как вот здесь в горшке, слегка зеленоватый, они покрываются там разными водорослями, но гнилый корень видно сразу. Вот кусочек, видите, вот он сухой, а если он к тому же вот так рвется, как нитка, значит, этот корень уже мертвый, тем более может быть отгнивший. Вот этого допускать нельзя. Прозрачный горшок как раз просто удобно видеть состояние корневой системы. Вы видите, если эти корни зеленые, вы видите состояние влаги. Корни зеленые, значит, они живые. Просто вот только из-за этого. А так-то, на самом деле, действительно, горшок может быть абсолютно другой. Ну да, да. И потом, как правило, еще растение новые корни дает все выше и выше, соответственно. И эти корни, они просто иногда располагаются над горшком. Поэтому тоже вы можете видеть. Ну, просто еще что, у многих оркидей, даже как у фаллинофтицов, корни фотосинтезирующие, верно? Конечно, конечно. И поэтому, как бы считается, хотя я думаю, что этот вклад, конечно, минимальный и можно пренебречь, но тем не менее, что типа в прозрачном горшке, они могут фотосинтезировать, то есть накапливать дополнительные какие-то вещества для их роста, развития питательные. Ну, на самом деле, это, конечно, это минимум. Но то, что можно контролировать состояние корневой системы, это, конечно, факт. Но главное, чувствовать растение по весу. Ну да, вот вам, пожалуйста, мнение мое, мнение человека тоже, который все время ухаживает за растениями. Значит, что касается вот дендробиума, еще я что хочу сказать. Дендробиум, он все-таки, хотя вот сам дендробиум Нобили, который у нас на блоках-то растет, он такой, в общем-то, облигатный эпифит. Но вот он приходит всегда в горшках. И у него грунт всегда, он более рыхлый, сюда добавлен, видимо, торф какой-то, мох. Хотя держать, я считаю, что его надо тоже достаточно сухо. Ну, сухо, конечно, да. Но просто промышленные эти все гибриды, они, конечно, толерантнее к сухости, ко всему вот этому, к всем негативным вещам, с которыми мы сталкиваемся в квартирных условиях. Поэтому, конечно, проще растение, если возможно, держать в более все-таки в логоемком субстрате. Но, конечно, все равно это нужно подсушить. Это очень коварная вещь, потому что легко он сгниет, сбросит корни. И поэтому нужно просто внимательно следить за этим. И вот я знаю многих людей, вообще вот этот дендробиум очень живучее растение. Вот мне только недавно принесли отсветший дендробиум, потому что сказали, нет, нет, мы с ними не справимся. Я его себе поставила где-то там в теплице дома, и сейчас он прекрасно зацвел. Поэтому, если вы правильно ухаживаете и не заливаете его так, что корни... У нас же ведь, собственно говоря, два момента часто, которые влияют на жизнь растения. Это мы или засушили, или мы залили. Потому что и в том, и в другом случае корни перестают работать, растения перестают жить. Поэтому очень аккуратно, если у вас субстрат вот такой, вот видите, здесь не кора, здесь другой субстрат. Но, мне кажется, пересаживать в кору нет никакого смысла, это дендробиум. Нет, нужно просто аккуратно его держать и подсушивать. И какая ещё одна из основных ошибок как раз, вот мы сейчас говорили, что там залить, засушить. Как раз основная ошибка, я считаю, люди что делают. Они сначала растения очень сильно боятся залить, они его засушивают, корни все погибают. А потом они поняли, что они засушили, и начинают поливать. А корней нет, и всё, и растение погибает. То есть, если даже такое произошло, вы растение, например, подсушили, он сбросил корни, вы аккуратно начинаете поливать, вы должны как бы чувствовать растение. Если вы видите, что в течение двух-трёх дней влажность не сильно изменяется, что растение сырое, значит, у него просто нет корней, нужно просто ждать, чтобы эти корни появились, и тогда начинать уже поливать сильнее. Тем более, надо понимать, что орхидеи – это вообще те растения, которые часто сбрасывают старые корни. И у них начинают расти корни новые. И вот это надо просто дождаться этого момента. Они немножко сложнее, у них тонкие корни, не как у фаленопсиса. Поэтому, сбросив их, нужно просто ждать, когда нарастут новые, и, соответственно, ждать не заливать растения. Да. И вот смотрите, вот здесь вот такой рыхлый субстрат. Он, конечно, очень влагоёмкий. Он очень влагоёмкий. Я вот просто чувствую, какой он мокрый, при том, что он рыхлый. Но вот это растение, конечно, требует досушки. И тогда, соответственно, уже после того, как оно высохнет почти полностью, будем аккуратно немного поливать. Теперь вот ещё про цимбидиум. Давайте подробнее. Вот он всегда приходит вот в таких набитых горшках. Вот видите, просто вот он вываливается прямо из этого горшка. Как вы считаете, надо пересадить? Ну, вообще цимбидиум, конечно, любит тесный горшок. Но здесь просто получается так, это же опять промышленность. Это всё же наросло в течение последних нескольких месяцев. Это же очень быстро растёт. Поэтому его посадили. Растение, наверное, я не знаю, месяца, может, 4-5 назад. Ну да, обычно так, да. Да, полгода назад летом. Он дал эти бульбы, они сразу зацвели. Вот растение уже разрослось. Видите, оно выпирает из горшка. Поэтому, конечно, сейчас после цветения растение придётся пересаживать, потому что новым бульбам просто будет некуда расти. Но горшок должен быть там, ну, на сантиметр, на полтора. Это не должен быть ни громадный горшок. Растения, любые, орхидеи в том числе, они не любят больших горшков для того, чтобы осваивать субстрат. Корни должны освоить субстрат. Поэтому на сантиметр, ну, на полтора побольше горшок нужно взять. И повыше можно, да? И повыше цимбидиумы, конечно, любят высокие горшки. Если, бывает, продаются горшки специально для цимбидиума высокие, потому что у них корневая система, в отличие от других орхидеи, она идёт вглубь. Но даже если такое не получится, знаете, просто чуть побольше, и король, и всё. И он даст новые псевдобульбы, и при ряде стечения обстоятельств они вполне могут... Да, и мне вот понравилась ваша мысль о том, что вот всё-таки цимбидиум считается растение такое холодного цветения. То есть цветочные почки завязываются только, когда растение пройдёт холодный период. Но вот последние годы, конечно, вот эти вот все современные гибриды прекрасно цветут. Так что не бойтесь. Ну, опять-таки, если у кого есть балкон, то, конечно, цимбидиум – это первая из орхидеи, которую на этот балкон нужно отправлять и как можно дольше там держать, до, я не знаю, до 10 даже градусов. В сентябре только его затаскивают. Ну, вы знаете, что я ездила, когда за растениями в 90-е годы в Сочи, питомник лазаревский, сейчас понятно, там уже, я думаю, от этого питомника, да, дома и отели. А вот тогда на берегу моря был прекрасный питомник. И у них, в Сочи же бывает и минус, у них все стояли в открытом грунте цимбидиума. Так что можете прямо и до нуля его держать на улице. Ну, следить, конечно, мороза всё-таки не было. Ну, и, наконец, последнее растение распространённое, которое тоже, я, например, с удовольствием рекламирую, потому что у меня дома растёт 18 этих растений, и все они цветут. И если, допустим, фаленопсис цветёт там долгое время, да, все вот эти растения цветут долгое время, ну, потом может зацвести, может сделать какой-то перерыв. Вот это растение, о котором мы сейчас ещё поговорим, у меня цветёт 5 раз в год. Вот, 5 раз в год. Это вообще, как бы, на мой взгляд, неслыханная вещь. Это ванда. Володь, показывай. Это ванда. Вот, мне кажется, вот это самая традиционная ванда. Значит, это растение не требует горшка. Значит, понятно, что у меня в оранжерее, или вот здесь в оранжерее, вот она подвешена на крюке, и таким образом мы опрыскиваем, за ней ухаживаем. Значит, если мы берём растение, ну, человек хочет взять растение в квартиру, говорите, что надо сделать? Ну, ванда как раз, это, наверное, самая светолюбивая орхидея из тех, которые имеются в продаже. Поэтому это должно быть светлое, даже, можно сказать, солнечное окно. Естественно, от, наверное, от прямого солнца, если у кого-то прямо уж такое совсем светлое окно, нужно тоже немножко загораживать. Но окно должно быть светлое. Для того, чтобы ванда зацвела, всё-таки нужно светлое, совсем окно светлое. Вот. Ну и опрыскивание. Некоторые как-то это делают замачивать, но мне кажется, что вполне можно каждый день просто из пульверизатора как-то это всё опрыскивать. И вполне, если это светлое южное окно, ванда точно будет свистеть. А возможно, даже и она будет свистеть просто на светлом окне. Да. Но, смотрите, вот, допустим, квартира, паркетные полы, да, хороший ремонт, мы не можем вот так вот подвесить её на окне и, соответственно, опрыскивать. Что мы можем сделать? Тогда можно её взять, поднести в ванну, опрыскивать в ванной, дать ей там стечь и повесить. Хорошо. Тогда ещё такой вопрос. У нас часто эти ванды приходят в специальной такой высокой стеклянной вазе. Если мы ставим в вазу или, например, в керамический горшок, с дырками, допустим, как она будет? Будет она там расти? И как-то в таком случае надо за ней ухаживать. Потому что это, конечно, будет удобнее. В этой вазе можно поставить на подоконник. Ну, это, конечно, немножко будет сложнее, но если, опять-таки, если это тёплая и светлая комната, то проблем никаких не будет. Но если это будет прохладное место, то нужно просто следить, потому что будет скапливаться конденсат. Когда день будет короткий, растение не будет эту воду использовать, и корни могут там вполне погибнуть. То есть это нужно чувствовать, растение – это вещь коварная. Но если это тепло и свет, то проблем не будет. Да, да. По крайней мере, в летний период, в тёплый период, вполне можно в эту вазу точно поставить. А вот осенью это, конечно, уже нужно... Ну, надо просто следить тогда, да, прочувствовать, реже опрыскивать. Она не стояла в этой ванде и прочее. Потому что, конечно, слушайте, многих-то пугает, что надо её вот так подвешивать, и, естественно, что это, ну как это, в домашних условиях сделать. Поэтому можно поставить её в вазу, и, соответственно, она будет стоять. Но вот это опрыскивание надо очень тщательно следить. Больше опрыскивать, понятно, листья, а корни, ну, там уже, смотрите, там может раз в три дня, может раз в четыре дня. Всё будет зависеть от температуры в вашей квартире. Просто нужно понять, что растение в природе растёт именно так. Многие думают, что, ой, бедненькое растение, как оно будет жить, оно же умрёт, у него корни все наружу, и нужно его куда-то деть, что-то с ним сделать. Так вот, этого совершенно делать не нужно, потому что ванда в природе растёт именно вот так. То есть корни наружу, на улице жарко. Там, конечно, каждый день почти идёт дождь, там или через день, но там очень жарко, и всё это просыхает. Так вот, и вы должны добиться таких условий, чтобы у вас эти корни просыхали, чтобы они не были сырыми и влажными. Тогда всё будет. Теперь вот ещё смотрите. Ну, как я уже говорил, у орхидеи часто старые корни. Вот это не потому, что растение больное. Это корни просто старые. Они отмирают. На смену им приходят, вот видите, чем больше становится растение, тем толще корни. Стоит вот это вырезать или не стоит? Ну, если это будет в этой самой вазе, то, конечно, стоит в любом случае, потому что это будет лишняя аккумуляция влаги. А если это висит в нормальном, то, наоборот, не стоит, потому что это будет лишнее, как бы, ну, влага будет там скапливаться, и потом будет испаряться, отдаваясь. Да, я вот на меня, например, они висят. А у вас вообще есть дома ванда, нет? В теплице-то? У меня висят ванда, да. В теплице-то. У меня тоже, да, в теплице висят. Я никогда эту бороду не обрезаю, потому что, естественно, что она аккумулирует на себе влагу, и растению только лучше. Но если, конечно, вам это мешает, как-то внешне... Ну, отбиваться от того, чтобы росли всё время молодые корни. То есть если вы видите, что у вас растут молодые корни, значит, растению хорошо. Если молодых корней нет, это, значит, путь к деградации, потому что не сегодня-завтра вот эти старые корни, они тоже начнут отмирать, и растение не сможет справиться со всеми вот этой массой, нижние листья начнут отмирать, и растение начнет терять свой вид. Поэтому нужно всегда, чтобы корни росли. Ещё, значит, часто у ванн... Вот сейчас, например, к весне, вот где-то в феврале, старые листья отмирают, они желтеют и отмирают. Причём лист может даже где-то в середине вдруг отмереть. Этого не надо пугаться. Главное, чтобы у вас была вот такая зелёная растущая макушка. Это означает, что растение себя чувствует хорошо. Тем более, если вы видите, что растут вот эти корни, вот это просто несрезанные старые цветоносы. А если растут молодые корни, значит, всё нормально. Не пугайтесь вот этих нескольких жёлтых листьев. Вот я только что на ней оторвала лист перед тем, как её сюда повесить, а надо было показать. И ещё. Смотрите. Значит, у ванды, у такой уже взрослой, часто бывает два цветоноса. Что особенно ценно. Потому что, ну, сами понимаете, мы же любим орхидеи за их цветы. И вот бывает вот так два цветоноса. Бывает один раньше цветает, другой позже. Конечно, это замечательное зрелище. Вообще, я ванды обожаю и считаю, что они самые неприхотливые на свете растения. Но, тем не менее, вот те, кто покупают, иногда жалуются, что у них ванды не живут. Ну, мы сейчас всё рассказали. И если вы вот последуете нашим советам, то прекрасно у вас будет дома ванда такая существовать. И даже очень хорошо цвести. Вот. Ну, всё. Наверное, на сегодня всё. Поэтому, если сегодня, Володь, ты выложишь это видео, все увидят. И тогда смело мужчины могут дарить своим женщинам орхидеи. Я думаю, что ни одна орхидея не пострадает в результате этого и не погибнет. Всех с праздником, всем здоровья и хорошего настроения. Да, с праздником. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова